Именно в зимнее время, когда в морозном воздухе витает ожидание предновогоднего чуда, а самые маленькие жители нашего города с нетерпением ждут праздника и подарков, в Брестских театрах наступает время волшебных премьер. Так театр «Кукол» приглашает детей и взрослых на старую добрую классику. Здесь в эти дни проходит премьера удивительно искреннего и в то же время самого волшебного спектакля по мотивам повести сказки Гофмана «Щелкунчик». Мы же на Новый год постоянно на что-то надеемся, что что-то обновится, будет какое-то обновление, что-то свершится новое. Вот в спектакле это происходит, чудо происходит, человек появляется живой из этой маски, он выходит, добро побеждает зло. Я играю девочку Мари, главную героиню, которой под Рождество подарили щелкунчика. Таинственным образом он появился у нее, и она боролась за то, чтобы он тоже стал человеком. Она верила в то, что он живой, и то, что он будет человеком. Она тоже верила в это чудо, которое под Рождество произошло. Сама сказка чудесная, волшебная, очень интересная. «Щелкунчик» всегда был достаточно такой рождественской тематикой, поэтому я думаю, что это очень ободрит канун Нового года и Рождества данной сказкой. Я думаю, мы сможем поднять детям настроение, будем пытаться сделать все ради этого. На 50 минут зрители попадают в сказочный мир, который создали главный режиссер Брестского театра «Кукол» Денис Казачук, художник из Питера Ирина Титовец, художник по свету Егор Коляда. Игра талантливых актеров в обрамлении удивительной классической музыки буквально завораживает каждого зрителя. Я думаю, что это очень добрая сказка, какая понравится и детям, и взрослым. Мне понравилась «Королева мужчин». Еще понравилась мне «Принцесса» и «Щелкунчик». Костюмы красивые у героев. Мне понравился один момент, где «Щелкунчик» был в бой с королем. Мне понравилась сказка «Она волшебная и яркая». На волшебную и яркую премьеру в эти дни приглашают больших и маленьких зрителей Брестский театр драмы. Здесь удивляют новогодней сказкой от режиссера-постановщика Александра Козака под названием «Ледяные чары». Ведь я главная владыча. Мы всегда тщательно подбираем драматургический материал. И зачастую у нас такие споры идут по поводу того, что мы будем ставить. Вот в этом году мы новогоднюю сказку меняли, что называется, на ходу. Она понравилась большинству членов Кодсовета своей лаконичностью, в общем-то, милотой какой-то новогодней. И Николай Николаевич Полторак, наш главный режиссер, совершенно замечательно оформил сцену. Госпожа Вьюга из зависти к Деду Морозу пытается заманить и заколдовать его помощников. Ведь так она точно испортит детям праздник. Снегурочке с Дедушкой Морозом понадобится поддержка зрителей. Только благодаря их участию можно будет развеять «Ледяные чары» и вместе встретить Новый год. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктово».